Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, где каждый день мы размещаем конкретные торговые идеи и аналитические посты, которые помогают понять тенденции по разного рода финансовым активам. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги вчерашнего насыщенного дня, прежде всего для доллара, потому что вчера были данные по инфляции и протоколы. В обоих случаях это тот новостной фонд, который помогает оценить, прояснить и уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Если не выдаваться в подробности именно содержание этого новостного фона, а просто посмотреть на динамику индекса доллара, сейчас индекс доллара котируется в районе 94 пунктов, скорректировавшись с 94,53. Факт снижения доллара подчеркивает и доказывает, что участники рынка несколько поумерили свои ожидания относительно того, что в ноябре ФРС может анонсировать сокращение программы количественного смягчения и начать придерживаться этого плана уже с декабря. Почему так произошло? Я искренне верю в то, что участники рынка смотрят на глобальную картину, общую картину целиком. Не выдергивают из контекста какой-то отдельный отчет и на основании его пытаются разобраться, пришли ли, созданы ли достаточные условия для того, чтобы американская политика была скорректирована определенным образом. Ранее я уже комментировал, что решение американского регулятора полностью зависит от ситуации на рынке труда и ситуации с инфляцией. Рынок труда, как отмечалось в ходе вчерашнего брифинга, это по-прежнему еще серьезная проблема. Кстати, сегодня в 15.30 выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Будет интересно посмотреть, насколько ситуация изменилась за прошлую неделю, поскольку это еженедельная статистика. Но нонфармы, конечно же, разочаровывают. Что касается отчетов по инфляции. По цифрам. Индекс потребительских цен в оценке, которую мы получили вчера, 0,4%. Месячная динамика роста 0,3%. То есть выше прогноза. Годовой показатель основного индекса потребительских цен достиг 5,4% с 5,3%. Однако, если мы все-таки обратим внимание на базовое значение, которое не учитывает тот форс-мажор, который случился на рынке энергоносителей, базовую инфляцию, то здесь все так же, как и месяц назад. 4%, друзья. Может быть, это стало причиной, которая поможет оправдать ряду чиновников РС, которые не склонны полагать, что сейчас пришло время для отказа от экономической политики, что рост инфляции, который ранее был зафиксирован, это по-прежнему временное явление, которое должно сойти на нет. Хотя мне очень понравилось интервью бывшего главы Минфина США о том, что и аналогия, собственно, которую он провел, что необходимо, когда возникает проблема, действовать превентивно. И эта аналогия была со столом, на котором очень много пустых бутылок, которые следует убирать до тех пор, пока гости не разбушевались. Я не то чтобы согласен, что инфляция это сейчас та ситуация, которая требует превентивных мер, по крайней мере не в США. Но есть то, что есть. На данный момент еще одним индикатором того, что после выхода данных по инфляции, из которых, скорее всего, наибольшим вниманием пользовался базовый показатель, который не показал повышательной динамики, являются доходности американских трежерис, которые снизились. Мы сопоставляем ситуацию с американским рынком долга с тем, что происходит в плане позиционирования действий ФРС по корректировке политики. Трежерис снизились, друзья. И как раз снижение доходности трежериса помогло нам реализовать еще одну идею роста рынка драгоценных металлов и золота. На текущем этапе я предлагаю вам все-таки вернуться к нашей долгосрочной сделке по снижению курса доллара. Протоколы, кстати, которые закрыли вчерашнюю торговую сессию, мы знаем, что баланс в рамках ФРС это поровну. Половина членов за то, что политику нужно менять, половина за то, что ее не нужно корректировать. Но тоже, когда мы разбирали расстановку сил постфактум заседания, мы сделали правильный вывод, что сейчас трудно еще понять, какая из этих половин обладает большим авторитетом и влиянием в самом процессе принятия решений. И мне кажется, что основное руководство в лице Павла, в лице его заместителя, это те чиновники, которые пока что еще сомневаются в том, что пришло время, чтобы лишить экономику, не пришло время, собственно, чтобы лишить экономику тех экономических стимулов, которые действуют. По золоту сейчас котировки 1788 долларов за тройскую концу. У нас была ранее, как срочная, среднесрочная цель 1800, мы ее почти сделали, 1796 максимум вчерашнего дня. Причина это прогноз Международного валютного фонда относительно темпов роста мировой экономики. Он был пересмотрен с понижением до 5,9 процента. Десятилетние облигации 1,55 процента, снижение с 1,61. Облигации золота всегда конкурируют между собой. Много раз я вам говорил, друзья, что как только растет рынок долга, повышаются альтернативные сдержки владения золотом, золото становится менее привлекательным. Обратная динамика, когда снижается доходность американских трежерис, золото становится более привлекательным. Участники рынка быстро забывают, что золото не приносит ничего в плане дохода, кроме как изменения собственной стоимости, ни процентного, ни купонного. Что касается еще одного фактора, инфляция, которая растет. Если опустить сейчас базовое значение, а опять же вернуться к основному индексу потребительских цен, то рост инфляции фиксируется не только в США, а вообще во всем местном мире. Повышение инфляции это причина повышенного спроса, конечно же, на золото. Ставка в лонг сохраняется. Европейская валюта 1,1593 из-за обвала доллара. Европейская валюта вчера скорректировалась. И вы знаете, я сегодня принял решение все-таки далее не испытывать судьбу, раз уж мы увидели такие агрессивные распродажи доллара, не испытывать судьбу, пытаясь выжать по евро какой-то сверх прибыли. Мы ранее хорошо заработали, поэтому я принял решение сделку закрыть, хотя допускаю, что все-таки 1,15 мы можем увидеть. Промышленное производство по еврозоне снижение на 1,6%. В принципе, продолжает тенденцию эта статистика слабых данных по ЗЮ и слабых отчетов по производственному сектору, сферу услуг, строительства, то, что мы анализировали ранее. Фунт против доллара 1,3665. Я, наверное, друзья, если не завтра, то на следующей неделе при сохранении текущего тренда все-таки приму решение о покупке фунта, потому что статистика в целом неплохая. На этой неделе рынок труда, хороший отчет. Промышленное производство вчера 0,8% против прогноза 0,2%. ВВП 0,4% с прошлого значения 0,1%. Ну, разве это не почва для того, чтобы Банк Англии рассмотрел вопрос с повышением процентной ставки? Но пока что без сделок. Нефть 83,73. Слабый доллар. Актуальный топливный кризис. Прогнозы экспертов о том, что текущий зимний сезон будет крайне аномально холодным. И это, конечно же, способствует росту спроса. В частности, ОПЕК вчера понизили прогноз спроса на этот год. Почему-то, с учетом того, что сейчас происходит, ну, может быть, им виднее, до 5,8 млн баррелей в сутки с 5,96. Но этот отчет проигнорировали трейдеры, потому что доллар сейчас помогает сырью своим, именно, нисходящим трендам, своей слабостью. 85, друзья, по Brent'у все так же актуально. Фондовый рынок растет. Сегодня ждем отчеты Банков Америка, сети Wells Fargo, Morgan Stanley. Я надеюсь, что банковский сектор не подведет, и я по-прежнему рассчитываю на то, что стимулирующая политика останется в силе до конца в США, до конца этого года. Поэтому жду 4,400 и выше. Австралиец, как отметил, после теста с сопротивлением 0,7350, я в лонгах, из-за повышенного спроса на австралийский уголь сейчас, из-за того, что очень сильно растут цены на энергоресурсы, думаю, что австралийская экономика от этого выиграет, и курс окажется выше. И доллар-канадец также классная сделка на снижение, прекрасно себя отрабатывается. Сейчас у нас вообще все козыри на руках. Это слабый доллар и рост цен на нефть. Ждем пару доллар-канадец ниже отметки 1,23. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!